Трагедия для семьи, друзей и спорта. В больнице имени Соловьева скончался хоккеист молодежки петербургского «Динамо» Тимур Файзуддинов. Проверка авиации. Представители регионального правительства и профильных ведомств проинспектировали область. Готовы ли к паводку? И снова нефтяное пятно. Теперь оно появилось в районе Палушкиной рощи. К делу подключились природоохранная прокуратура и госэконадзор. Арт нон-стоп. В Ярославле открылась выставка художника с мировой известностью Татьяна Назаренко. Здравствуйте. В эфире «Время новостей» городского телеканала в студии Наталья Пиунова. В Ярославле скончался защитник Тимур Файзуддинов. О смерти 19-летнего хоккеиста сообщили в МХЛ. Напомню, 12 марта в матче 1-8 финала Кубка Харламова против Лока хоккеисту в голову попала шайба. От сильного удара он практически сразу потерял сознание. Тимура экстренно доставили в реанимацию больницы скорой медицинской помощи имени Соловьева. Врачам удалось восстановить сердечный ритм и перевести Файзуддинова на искусственную вентиляцию легких. Хоккеист несколько дней боролся за жизнь. Его состояние медики сначала оценивали как крайне тяжелое, а потом критическое, без положительной динамики. И вот сегодня утром стало известно, что молодой защитник скончался. Ближайшие матчи континентальной хоккейной лиги и молодежной начнутся с минуты молчания и пройдут в память об игроке. Свои соболезнования сегодня выразила губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Все это время ярославские врачи сражались за жизнь Тимура. К сожалению, спасти парня не удалось. Я выражаю самые искренние соболезнования родителям и близким Тимура, друзьям, команде и болельщикам хоккейного клуба «Динамо Санкт-Петербург». Вечная память. Ярославцы скорбят вместе с вами. На трагедию в Ярославле отреагировали и на федеральном уровне. Министр спорта России Олег Матыцын заявил, что необходимо внимательно проанализировать причины смерти защитника Петербургского клуба молодежной хоккейной лиги «Динамо» Тимура Файзудинова. Когда что-то случается, надо определить причины того, что случилось, и не делать скоропалительных заявлений. Это, конечно же, трагедия. Но нужно внимательно проанализировать причины, что могло к этому привести. После смерти хоккеиста региональное управление Следственного комитета России инициировало проверку. Об этом городскому телеканалу сегодня сообщил старший помощник руководителя СУСК по взаимодействию со средствами массовой информации Евгений Сучков. Сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Только после этого следователи примут процессуальное решение. И пару часов назад стало известно, что церемония прощания с Тимуром Файзудиновым состоится в четверг. Защитник был воспитанником Челябинского хоккея, поэтому церемония прощания пройдет в его родном городе Челябинске. Точное время и место объявят позже. 56-летний ярославец приговорен к 9 годам лишения свободы за убийство соседа. Следствие установило, что обвиняемый в своем доме в деревне Поляны, это Ярославский район, выпивал с гостя. Мужчины начали спорить, и хозяин в порыве эмоций выстрелил из охотничьего ружья соседу в голову. Тот скончался на месте. Ярославский районный суд вынес приговор на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. Присяжные заседатели признали мужчину виновным в совершении данного преступления. На основании вердикта коллегии присяжных заседателей, Ярославский районный суд Ярославской области вынес приговор в отношении обвиняемого и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В Ярославской области подтопление не обнаружено. Сегодня руководство регионального правительства и управление МЧС провели авиационную разведку нескольких районов. Оценивали состояние льда в местах ловли рыбы и переправах. Зафиксировали промоины и общее состояние водоемов. Также проверили возможные места подтопления территории. Как установили специалисты, нарушений жизнеобеспечения населения нет. Спасатели продолжают регулярно следить за весенним половодием. В областной столице сегодня прошли учения спасателей. В преддверии весеннего паводка в Ярославле проверили готовность региональных служб к ЧП. Отработали несколько способов помощи тонущим или оторвавшимся на льдине. В учениях приняли участие и четвероногие. Собака Айна – новичок, но хорошо справляется с задачей и приносит пострадавшему спасательный трос. Тренировали Айну для этого всего пару дней. В этом году собака пройдет обязательную аккредитацию для работы на воде. Весь фокус заключается в том, что вес собаки намного меньше, чем человека. Она по сантиметровому льду может подойти, плотную и отдать. Потом научим подползать. Спасательные формирования обеспечены всем необходимым. Запас сил и средств на должном уровне. Территориальная система готова. Первый случай есть. Рыбаков спасли. Оторвались также они на льдине. Административная комиссия отработала. Полиция отработала. Спасатели отработали. Что самое главное. И вот в продолжение темы ярославцы просят не выходить на лед. Тему подняли сегодня на общегородском совещании в мэрии. Официально выход на лед запрещен, но запрет часто нарушается. Пренебрегать им в оттепель опасно, предупреждают специалисты. В связи с изменениями погоды спасатели выходят на дежурство ежедневно, следят за толщиной и состоянием льда, выезжают в рейды. В марте планируют провести около 30 проверок. Сейчас, по данным специалистов, толщина покрытия на Котрасли в некоторых местах достигает 70 сантиметров. На Волге 40. Несмотря на значительную толщину льда на водных акваториях рек Волга и Котрасли, при положительных температурах и за счет течения, толщина льда быстро уменьшается и образуется полыньи. Особо хочу предупредить о запрете выхода на лед в потенциально опасных участках водных объектов города, вблизи автомобильных и железнодорожных мостов. Необходимо ежедневно проводить контроль, потому что сегодня лед еще достаточно толстый. Через 2-3 дня, может быть, через неделю уже его фактически не будет в тех местах, где особенно есть течение и так далее. Поэтому на особый контроль возьмите эти места опасные. Ярославль после нефтяного разлива на Волге инициировали проверку. Все началось с того, что в социальных сетях появилась информация о масляных пятнах в районе Полушкиной рощи. Со слов очевидца, выбросы там появляются не впервые. Специалисты регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования сегодня побывали на месте и отобрали пробы воды. К делу подключились также межрайонная природоохранная прокуратура и государственный экологический надзор. Сейчас принимаются меры по устранению нефтеразлива и поиску потенциального загрязнителя. Проверка остается под контролем прокуратуры. Похожее ЧП, напомню, произошло летом прошлого года. Нефтяная пленка в сотню квадратных метров появилась в районе Октябрьского моста. Тогда нефтепродукты вытекали из ливневого коллектора. Теперь к другим темам вторника. В преддверии дня войск Национальной гвардии России в Ярославле наградили отличившихся сотрудников ОМОНа, СОБРа и других подразделений. Вместе с губернатором Дмитрием Мироновым знаки отличия вручил главнокомандующий войсками Нацгвардии Виктор Золотов. Сегодня он приехал с рабочим визитом. В ходе него генерал армии осмотрел новое здание регионального управления Росгвардии и вручил руководству ведомства сертификат на 18 новых автомобилей. 15 из них – патрульные машины для вневедомственной охраны, 3 – медицинские. Эффективная работа всех сил правопорядка и безопасности в регионе позволяет не только сохранять контроль за криминогенной ситуацией, но и способствует развитию экономического потенциала, включая наращивание объемов туристической индустрии и укрепление промышленности. Еще одна цель визита – осмотр экспозиции техники, выпускаемой ярославскими предприятиями. Здесь новые разработки вооружения, некоторыми из них обеспечиваются войска. Так, рыбинское предприятие представило макет катера «Грачонок». Четыре таких судна созданы по заказу Нацгвардии и охраняют Крымский мост. Всего в регионе 10 оборонно-промышленных предприятий, включенных в федеральный реестр. Объем отгруженной ими продукции в прошлом году – более 96 миллиардов рублей. Губернатор Дмитрий Миронов отметил, «Ярославские заводы способны производить и новые образцы вооружения для нужд Национальной гвардии». Он также поздравил сотрудников ведомства с приближающимися праздниками. Десятилетиями формировались боевые традиции внутренних войск, преемником которых стала Росгвардия. Бережное отношение к ним бойцов и командиров, уважение к ветеранам и строгое соблюдение законов, безусловно, помогает вам выполнять поставленные задачи. Мэр Ярославля поручил проверить гарантийные дороги и заставить подрядчиков исправить нарекания. На общегородском совещании Владимир Волков также обратил внимание на состояние разметки. Как рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров, на нее в этом году предусмотрено 30 миллионов рублей. Это на 10% больше, чем в прошлом. Что касается нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в текущем году на его реализацию в Ярославле предусмотрен миллиард рублей. На эти деньги отремонтируют 16 магистралей, одну построят, одну реконструируют, установят больше десятка новых светофоров. Также составлен график выездов по проверке дорог, отремонтированных в прошлые годы и находящихся на гарантии. «Эту работу они уже начинали. То есть в тот зимний период, когда асфальт у нас не был покрыт снегом, то есть уже фиксировали места разрушения и направляли подрядной организацией, будут восстанавливать по гарантии». «Каждый год мы эту работу проводим, но повышать нужно и качество, и объемы. Работ по разметке дорожной сейчас после зимы мы видим, что фактически на 90% она отсутствует, так как стерлась». В Дзержинском районе Ярославля стартовали работы по губернаторскому проекту «Решаем вместе». Речь про улицу Урицкого. Начали с опиловки деревьев за счет освобождения. Место планируют расширить дорогу и сделать парковку примерно на 200 мест. После подготовительных работ основные отремонтируют проезды и тротуары, заменят колодцы и восстановят газон. «Общий объем работы около 10 миллионов. Здесь будет выпилено порядка 60 деревьев. Работы идут с опережением графика и планируется закончить до 10 августа 2021 года». Подрядная организация ведет работы и рядом на Тутаевском шоссе. Здесь также начались деревьев, а когда позволит погода, приступят к ремонту дороги. Всего в этом году в Дзержинском районе по губернаторскому проекту «Решаем вместе» благоустроят пять дворов. «Очень активно идут работы по программе «Решаем вместе» в Дзержинском районе. У нас уже несколько адресов полностью проведена опиловка. Мы, как территориальная администрация, оказываем всяческое содействие подрядной организации. В первую очередь, конечно же, проблема с брошенными автомобилями присутствует. Ищем собственников даже через ГИБДД». В Ярославле соревнуются кулинары. Испытания проходят в рамках регионального чемпионата профмастерства WorldSkills. Примечательно, что участники не только молодежь. Второй раз состоялись испытания навыки мудрых для тех, кто старше 50. Некоторые из них отдали профессии десятилетия. Есть и признанные мастера, шефы, победители конкурсов. Зачем они идут на чемпионат? Нина Колтина знает ответ. Тамара Фатеева, шеф из Гавриилов-Яма, поварскому делу отдала 40 лет. И даже спустя такой срок огонек в глазах. Говорит, готовит так, чтобы самой хотелось съесть и было по-домашнему. Несмотря на все нормативы, которые нам спускают сверху, да, мы их придерживаемся, но стараемся готовить много со временем, так скажем. Итальянская кухня так итальянская, французская так французская. Пока мы живы, мы творим. Бывают шедевры, а бывают и не шедевры, но все равно приятно отдавать себя любимому делу. За несколько часов мастера должны приготовить консаме, горячие из птицы с двумя гарнирами и соусом, а также пасту с обязательным ингредиентом – творожным сыром. За работой непрерывно следят камеры и полтора десятка экспертов, оценивают буквально каждое движение, вплоть до сортировки отходов. На что обращают внимание? На непосредственно саму работу в боксе, на чистоту, на соблюдение техники безопасности. Это очень важно. И уже на итог готового блюда. Если в движениях опытных специалистов видна спокойная уверенность, молодежь в соседней мастерской нервничает, особенно те, кто участвует впервые. В этом году колледж принимает рекорд компетенции. Это поварское дело в нескольких разрядах, букучет и хлебопечение. Участникам последнего за пять часов надо представить бриоши простые, с начинкой булочки для бургеров, косички и много зерновой хлеб. Мы очень долго тренировались, даже пришлось пропустить учебу, чтобы подготовиться к чемпионату. Сложно. Сначала страшно, а потом ты успокаиваешься, понимаешь, что ты находишься у себя во втором доме. Тут нет ничего страшного, работаешь в своем темпе и все хорошо получается. Для работодателей даже участники, не занявшие призовых мест, кадровый резерв. На региональный уровень жесткий отбор и проходят лучшее. Надежда Луценко в прошлом году взяла медаль за профессионализм. В этом цель победа или приз. Я работаю поваром с 13 лет. У моей мамы своя столовая, поэтому у меня вся семья поваров. Когда я пришла устраиваться на работу, мне спросили о опыте и сказали, что столовая – это как-то несерьезно. Я сказала, что я участник «Кортскилз». Они ждут вот эту вот неделю, когда это все закончится, и я уже выхожу с субботы на работу. Мы в этом году беспрецедентно пригласили 15 наших работодателей поучаствовать в оценке. То есть из ресторанов города, шеф-повара, сушефы. Также здесь на площадках работают представители, мастера производственного обучения, педагоги из других колледжей Ярославской области. Победители регионального этапа представит область на всероссийском уровне. Лучших ярославцев наградят в пятницу. Нина Колтина, Василий Мосин. Новости города. Возвращаемся в прямой эфир новостей городского телеканала. События вторника вместе со мной Натальей Пиуновой рассказывают корреспонденты информационной службы. Углич в топе популярных городов на майские праздники у россиян. Рейтинг самых желанных мест для отдыха опубликовал один из крупных сервисов по поиску жилья. Так, 4% бронирования с 1 по 9 мая приходится на Ярославскую область. Тройку лидеров популярных направлений заняли Ялта, Сочи, Санкт-Петербург. Бронируя жилье от 2 до 9 ночей, россияне тратят от 1,5 до 7 тысяч рублей за сутки. Дешевле отдохнуть в Казани, дороже в Угличе. За две ночи в последнем придется выложить 6800 рублей. В Ярославле открылась выставка художника с мировой известностью Татьяна Назаренко. Первое имя фестиваля современного искусства арт нон-стоп. Народный художник России, академик Российской академии художеств. Лидер искусства 70-х годов прошлого века и сегодня в превосходной форме. Что привезла Назаренко в Ярославль, мои коллеги знают. Спор о Бороде. Новый выставочный проект Ярославского художественного музея. Интерактивная экспозиция без экскурсовода и этикеток. Музейное действие с подлинными произведениями, анимацией, музыкой, светом и звуком. Волжская набережная 1. Телефон 72-92-87. В советское время Татьяну Назаренко именовали королевой союза художников. Этот пьедестал она не покинула и сегодня. Один из главных критериев мастерства – узнаваемость, неповторимый почерк. Работы Татьяны Григорьевны таковы, что в любом жанре она высказывается самобытно. В залах Ярославского художественного музея ее картины впервые. Татьяна Григорьевна интересуется человеком вообще. У нее нет забытых людей, у нее, на мой взгляд, нет людей, не заслуживающих внимания. И каждый интересен. В основе выставки – работы, созданные в первые десятилетия 21 века. Нега летнего отдыха, шумные дели, сельских праздников. Словом, провинциальная непосредственность. Известная не понаслышке автор изображала своих соседей по сельской жизни. Фигуры ее композиций эпичны. Типажи и знаки эпохи согреты безграничной любовью автора. Безумно энергичная женщина, она, мне кажется, ее не может сломать ничего. Это вот то, что гнется, но не ломается. Это тот стержень, который в ней сидит, та энергетика, которая питает ее, те, кто рядом с ней, питает ее творчество, она заражает зрителей. Диалог со временем продолжается и в цикле «Венецианский карнавал». Это новая возможность выйти за рамки привычного. Соединить скрытое и явленное, истинное и ложное. На этом корабле шутов много символов. Язык иносказаний был освоен художникам еще в начале творческого пути. Ее всегда интересовала документальность, но явленная через собственное прочтение. И еще одна ипостась искусства Назаренко – знаменитые фигуры обманки из инсталляции «Переход». Благодаря художнику очень много остается. Благодаря художнику, писателю очень много остается на земле. И мы знаем, как жили люди. Отверженные были сделаны автором в середине 90-х прошлого века для выставки в Центральном доме художников. Но потом побывали в Государственной думе в переходах метро «Бонна» музея Вашингтона. Отбросы общества – не выброшенные вещи, а ненужные люди. Автор не может отмахнуться от чужого несчастья. Выставка продлится до 4 апреля. Вход на нее свободный. Илья Барабанов, Марина Сварагдова, Игорь Мосин. Новости города. В доме «Мус» сегодня тоже тесно оценители искусства. Зрителей собрало трио из Москвы. Александр Варахоп, Федор Воробьев, Ольга Хан. Скульпторы представляют молодое поколение. Марина Сварагдова познакомилась с творчеством тех, кто соединил минимализм с монументальностью. Как работали скульпторы прошлого? Они брали кусок камня и отсекали все лишнее. Современные скульпторы идут дальше. Для них материалом для фантазии служит весь мир. Три самостоятельные творческие единицы организовали союз и успешно дополняют друг друга. Так совместно они исследуют антропологию. Оставаясь разными, они начали компоновать арт-пространство, где их работы смотрелись объемно и выигрышно. На этом состоянии, на этом полумраке, на этом мельтешении большого города, мы решили сыграть, чтобы сразу же человека погрузить в какую-то атмосферу. И потом уже у нас очень, на самом деле, неплохо получилось продумать по цветам. Только много цветов. Дальше тут там синий зал, белый зал, потому что это вообще черный как бы зал. Антропология не просто изучение человека средствами искусства. Это и линии развития самих художников, можно сказать, восхождение к себе. Это история трех авторов, трех фактически персональных каких-то высказываний, которые объединены в рамках единого проекта. И в этом, собственно, и отсюда и возникает исследование. Потому что некий научный термин, который в искусство входит, то есть возникает некий диалог между авторами. И, собственно, зрителя пробуем включать именно в эту же историю. Культура прежде всего коммуникация, считают авторы. Социальная форма бесконечных вариаций на основе единой матрицы. Таков цикл гербарий, где человек рассматривается как конструктор. Мне нравятся игровые ситуации создавать, когда произведение может меняться в зависимости от желания самого художника или того человека, который его приобретает. Ольга считает искусство дневниковыми записями, фиксациями эмоций и событий, которые внутри и вокруг. Это генераторы идей, называется работа. Здесь такая общая форма, которая имеет две створки. Они открываются. Соответственно, наполнение может быть совершенно разным. Первые три или четыре года мы показывали в музее скульпторов из первой десятки российского искусства. То есть сейчас мы начинаем переосмысливать уже следующее поколение и следующее время. Выставка достойна продолжения и начинания, который историко-культурный комплекс Вятская развивают вместе с Российской Академией Художеств. Данные представители творческого мира заставляют нас задуматься о философии жизни. И, наверное, эта выставка будет больше не созерцательной, сколько будет заставлять задуматься о мироздании. На творческой карте Ярославля выставка станет новой точкой, где встретятся зрители и современное искусство. Марина Смарагдова, Игорь Мосин, Новости города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И теперь к спортивной части выпуска. Ярославские шорт-трекисты отличились на чемпионате России. Им удалось завоевать золото, 4 серебра и бронжу. Плюс третья ступень пьедесталов смешана из пафетти на дистанции 5 километров. 12 ярославцев показали лучший забег на пяти дистанциях. Соревнования проходили в Коломне среди сотни спортсменов из 14 регионов. В Хабаровском крае резкое ухудшение погоды. В северной столице снова похолодает до минуса. Псковичей предупреждают об усилении ветра. А рязанцев предупредили о температурных качелях. Что в Ярославле в среду Алена Груздева собирала информацию. В студии Алена Груздева. Здравствуйте. В среду в Ярославле ожидается пасмурная погода. Ночью пойдет снег, но к утру он закончится. Подробности далее. Магазин «Мода». Фирменная мужская и женская одежда, обувь и аксессуары. Уникальные и качественные бренды. Италии, Германии, Финляндии и России. Магазин «Мода». Советская, 64. В среду ночью в Ярославле облачно, небольшой снег, температура минус 3 градуса. Ветер южный 2 метра в секунду, влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В среду днем в Ярославле облачно, временами небольшой дождь, температура 3 градуса. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду, влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 751 миллиметра ртутного столба. У меня о погоде все. С вами была Алена Груздева. Отличного настроения в любую погоду. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Это все, что успеваю рассказать. Наши новости также доступны на сайте ГТК.ТВ и в пабликах городского телеканала во Вконтакте, Фейсбуке и Инстаграме. В студии работала Наталья Пеунова. Хорошего вечера и до встречи в эфире городского телеканала завтра.